и мы вместе покажем миру тот предпринимательский опыт, который сложился в бизнесе по факту внедрения ЮДС. Отмечу, что в этом кейсе я принимала опосредованное участие, я всегда была рядом с Андреем и Дмитрием, это его брат, и все, что вы сейчас увидите, это в большей степени сделано руками самих предпринимателей, и это, наверное, самое основное и главное – включенность предпринимателя, которая обеспечивает успешность любого дела и, конечно же, нового современного инструмента, о котором мы сегодня говорим. Итак, сразу озвучу финальные цифры, по пути расскажу, каким образом они сформировались, поделимся фишками, лайфхаками, поэтому берите блокноты, ручки, вам точно будет что записать. Итак, за 8 месяцев работы с ЮДС в фермерском хозяйстве общий профит составил около 5 миллионов рублей. Хочу вам сейчас более подробнее представить Андрея. Они вместе с Блатом организовали замечательную экоферму и радуют изысканными сырами, вином, другими фермерскими продуктами не только меня, но и многочисленных жителей нашего необъятного Краснодарского края. Мы сегодня вещаем из Краснодарского края. Никто лучше, чем сами владельцы, не точно не расскажет о своем бизнесе, поэтому, Андрей, я хочу тебе передать слово. Расскажи о том, что такое «Казаферма» для тебя и с каким посылом будет этот бизнес. Александр, слово тебе. Да, спасибо, Юль. Приветствую всех присутствующих. Сегодня отличная возможность, и поэтому мы хотим поделиться опытом, как ЮДС помог в бизнесе способствовать росту. Расскажу немного о нас. Мы с братом основали «Казафутер» в 2013 году и начинали всего лишь с 13 коз. В 2016 году мы начали сотрудничать с сетью гипермаркетов «Табрис», производить молочную, кисломолочную продукцию. Через год стали выпускать свои крафтовые сыры и решили организовать доставку нашей продукции прямо к порогу дому через Инстаграм. Также на базе фермы «Казафутер» мы сделали объект агротуризма. К нам приезжают гости со всей страны, чтобы погрузиться, знаете, в такую атмосферу семейной фермы, очень уютной, где можно погладить животных, попробовать подоить их, узнать тонкости сыроделия и виноделия. В этом году мы получили лицензию на производство собственных вин. Как вы знаете, друзья, вино и сыр – это просто идеальное сочетание, поэтому приезжайте в гости, это будут незабываемые впечатления. Находимся мы на берегу Азовского моря в Краснодарском крае, в станице Голубицкой. Далее передаю слово Юлии, так что спасибо за внимание. Слушаем дальше. Спасибо, Андрей. Действительно, посещение фермы – это незабываемые эмоции, в которые вы с нас погружили. И дети были рады, и я до сих пор еще под впечатлением, поэтому это очень важно – жить в условиях удовольствия и вести бизнес с таким же посылом. Итак, перейдем к бизнес-моментам. Задачи на внедрение UDS. Формирование оцифрованной клиентской базы, органический рост клиентской базы, внедрение системы лояльности без затрат на скидки – это был основной посыл в наших переговорах на старте. Оценка эффективности трафика в привлечении клиента, организация прямого эффективного канала коммуникации с клиентской базой, интернет-магазин. То есть, обратите внимание, Андрей сказал, что изначально бизнес строился на формате онлайн, и основным источником получения заказов была аудитория Инстаграм и, собственно, Директ, да, как многие сейчас используют, добавляя мессенджеры, WhatsApp, Telegram и все остальное. Вот, поэтому особо с пандемией, скажем так, мы сложности не испытывали, потому что изначально строились по онлайну, но нам хотелось все-таки более современного инструмента, полноценного интернет-магазина, это тоже включено в задачи. И мобильное приложение оказалось замечательным бонусом, потому что просто идет в пакете предложения. Значит, таким результатом нам удалось прийти за 8 месяцев работы с UDS. Начну с мобильного приложения, потому что это не просто тренд времени. В бизнесе мобильное приложение является основным инструментом, который обеспечивает автоматическую отсутоку клиентской базы. Все мы знаем, что при скачивании любого мобильного приложения каждый человек указывает свои персональные данные. Соответственно, в UDS мобильное приложение заменяет для любого предпринимателя сбор анкет, ручной ввод данных, какую-то систему учета, просто скачав приложение или присоединившись по ссылке к той либо иной компании. В данном случае, конечно же, к Казеху так присоединяемся. Дальше я свой архот предоставлю в конце презентации. Предприниматель, клиент получает удобство, сервис, современный инструмент, одна кнопка, возможность заказа, получение новостной ленты информационной и всего прочего. Вау-эффект от того, что такой классный современный инструмент есть не только в крупном бизнесе, но и в любимом магазине, ферме и так далее. А бизнес, со своей стороны, получает CRM-систему, автоматически заполняемую через источник мобильного приложения. Итак, вот так выглядит у нас страничка Казехутер. Здесь представлена как раз моя карта цифровая. Я являюсь, естественно, клиентом фермы. Я являюсь по статусу великим кедонистом. И это совершенно не ошибочная история, потому что удовольствие действительно является смыслом жизни. Поэтому ребята проявили очень хорошую креативность. И вы видите, как называются статусы, их много. И каждый клиент имеет возможность получать клиент увеличения своего кэшбэка, своих собственных покупок и называться в бизнесе вот такими классными статусами. Также здесь я скажу, что мобильное приложение является основным источником прямой коммуникации с клиентской базой. Здесь вы видите, что компания направляет обновление. В данном случае в бизнесе появился новый продукт. Пицца невероятно новая, эксклюзивная, приготовленная с бруссой. Я знаю историю. Можно, кстати, здесь, Андрей, пару слов сказать, как родилась идея подарить миру еще вашу пиццу? Да, знаете, в этом году к нам на работу пришла очень такая душевная женщина, которая со всей душой отнеслась к нашей ферме, к нашим сырам. И так как очень она любит готовить, очень любит Италию и очень часто там бывала в гостях, проходила мастер-класс по пицце, то вместе с ней мы организовали производство вот такой чудной пиццы с нашими натуральными сырами. Два вида вариантов. То есть люди могут выбрать себе либо козий сыр, либо коровий сыр. Это просто восхитительно. У меня слов нет. Больше ни у кого такого нет, чтобы был такой выбор. То есть многие люди, у кого аллергия на коровий белок, непереносимость, они не могут себе позволить кушать обычную пиццу. И эту проблему мы как раз-таки решили и подарили возможность людям ощутить настоящий вкус Италии. Классно. Вот с нашего первого знакомства я всегда ощущаю заботу, с которой ты говоришь о клиентах. Даже вот элементарно забота о тех людях, которые не могли себе позволить пиццу. Теперь они радуются, потому что есть пицца с козьим сыром от Козы Куток. Итак, двигаемся дальше. У нас еще много чего в запасе. Сообщения. То есть если раньше в бизнесе были мессенджеры, WhatsApp, Viber, Telegram, ну все, что мы привыкли, SMS даже, то сейчас в пространстве UDS у Козы, собственно, единый, скажем так, мессенджер для общения со своей клиенткой Вады. Дальше. Что же удалось нам создать в плане основы, да, и золотого актива бизнеса? На сегодняшний момент это практически свежие данные, хотя цифра постоянно динамично меняется. В базе Козы более 4 тысяч оцифрованных клиентов. То есть до момента старта UDS, да, были контакты с клиентами, но оцифрованной базы не было. Соответственно, и коммуникация тоже складывалась там через звонки, и смс, и все остальное. Сейчас у нас оцифровка. Если мы посмотрим на то, какое количество клиентов у нас сегодня уже с покупками, то это порядка 50% базы. Замечу, что оставшиеся 50% у нас находятся в стадии прогрева. Да, мы продолжаем с ними общаться, поздравляет система автоматизм с днем рождения, и конверсия происходит в покупке у каждого просто свое время. С точки зрения системы лояльности, помните, я сказала, что у нас точно не было желания внедрять скидки, поэтому бальная система, которая есть в UDS, она прекрасно подошла под бизнес. И если вы посмотрите на цифры, то 1,4 млн и там 300 – это общая сумма лояльности бизнеса к своему клиенту. И только небольшая часть этой суммы была оплачена, направлена клиентами в оплату продукции компании за баллы. Поэтому 22% выручки осталось в кассе, благодаря бонусной программе лояльности, а не через скидки. Клиенты довольны. Смотрим, какие у нас показатели по вовлеченности. 27% выручки благодаря повторным покупкам. То есть те клиенты, которые имеют на руках карты лояльности Козы Хутор, помимо того, что они получают постоянно доступ, скажем так, к инфополю бизнеса, это влияет на количество и размер, на количество покупок и размер среднего чека. Вот внизу в таблице явно видно, что те клиенты, которые без UDS, а такая доля тоже имеется, и это наша работа предстоящая, средний тек на 35% ниже, чем у тех клиентов, которые имеют карту лояльности и вовлечены в программу. И, соответственно, это гораздо интереснее для бизнеса, нежели чем без системы лояльности работать. Отдельно хочу отметить, что многие предприниматели, включая Козу Хутор, Андрей, ты со мной согласишься, до встречи с UDS видят с точки зрения привлечения клиента только платные способы, не выделяя для этого маркетинговые бюджеты. В UDS, с появлением в бизнесе UDS, появляется и целых три источника органического прироста целевого клиента, что очень важно. Многие спикеры до меня об этом говорили, я тоже, конечно же, на этом остановлюсь. Это эффект сарафанного радио. То есть 5% прирост произошел в клиентскую базу, а точнее в товарооборот, выручку по сарафану. Причем подтверждение моих слов, что мы начинаем с клиентом по рекомендации, это уровень конверсии. То есть каждый четвертый, кто получил от друга рекомендацию купить что-то в Козе Хутор, тоже совершил покупки и дальше начал транслировать информацию о том, что есть такая прекрасная агроферма. Кстати, у нас 5 уровней рекомендаций, я не стала делать этот слайд, и там тоже интересная статистика с хорошими результатами по продажам. Второй источник органического прироста клиентской базы это само мобильное приложение. То есть с ростом числа пользователей, конечных потребителей, естественно, происходит и нормальный такой человеческий интерес к новым компаниям, которые появляются на платформе, или по результатам поиска, по запросу клиента предлагается мобильным приложением спектр компаний, и клиент имеет возможность самостоятельно присоединиться, выбрать то-либо иное. Но в данном случае у нас получился органический прирост на сегодняшний момент порядка 6% выручки с тех клиентов, которые присоединились сами в мобильном приложении и сделали покупки через интернет-газин в приложении. И кросс-маркетинг. Вот здесь тоже интересная история у нас получилась. Мы с Андреем очень подробно ее разобрали. Значит, кросс-маркетинг – это такой механизм взаимодействия между предпринимателями, которые не конкурируют по продукту либо услуги и объединяются в такое кросс-маркетинговое партнерство с целью роста клиентской базы, роста среднего чека и формирования добавленной ценности на свою аудиторию за счет предложений кросс-партнеров. Ну вот где-то полгода назад, если я правильно помню, в системе Андрей создал определенное количество электронных сертификатов и передал на партнер... как бы... передал другому предпринимателю тоже в Темрюке магазину «Модница». Вот. Если вы... Давайте цифры подсвечу. Там порядка трех тысяч сертификатов проздано клиентам «Модницы», и только 16 покупок, там, около пяти тысяч рублей у нас реализовалось. Да, цифры небольшие. Если только механически сделать сертификаты, да, то есть реализовать кросс-маркетинг, то приблизительно такие результаты получатся у каждого. Без усилий. Абсолютно. Просто создали сертификаты, запустили и все. Поэтому, чтобы усилить это партнерство с выгодой для бизнесов, с выгодой для клиентов, которые в этих бизнесах, да, покупают что-то или какие-то услуги получают, нужно усилить визуал, нужно дать персоналу короткие фразы, которые помогут донести клиенту то сотрудничество, которое организовалось между партнерами и предпринимателями. Сделать взаимные рассылки и взаимные посты. Поэтому у нас это в планах реализуется и я уверена, что будет гораздо больше результат. Но имейте в виду, что кросс-маркетинг это классная история без затрат решить задачи по бизнесу. Интернет-магазин. Буду немного ускоряться. Интернет-магазин. Как Андрей сказал, основным каналом онлайн-продаж был до UDS Instagram. Основным источником трафика продолжает быть Instagram. Мы усилили работу этого источника, подключив к нему UDS. Просто разместили в шапке профиля активную ссылку, которая замаркирована исключительно под Instagram. Если у клиента скачено мобильное приложение, то он сразу попадает по этой ссылке на страничку козы в мобильном приложении. Если вдруг не скачено, то попадает на веб-страницу компании. И там есть как раз кнопка, если хочешь получить 200 рублей приветственных баллов и совершить покупку более выгодно, то присоединяйся. То есть в любом случае идет отцифровка. На сегодняшний момент у нас 9% из числа подписчиков козы в Instagram уже являются нашими клиентами. Причем каждый четвертый сделал покупку, а каждый третий стал нашим постоянным покупателем. Собственно, здесь есть еще большой потенциал в плане отцифровки и увеличения показателей по бизнесу за счет Instagram. Следующий момент. Усиливаем сильное. Оптимизируем неэффективные маркетинговые расходы. Об этом много уже сказано и действительно в бизнесе вместе с UDS благодаря этому модулю источникам трафика появляется классный инструмент, который позволяет убрать все лишнее с точки зрения рекламы и сосредоточить бюджеты туда, где действительно идет привлечение целевого клиента. Ну, в данном случае у нас мобильное приложение, Instagram. Есть хорошая статистика и по таргетированной рекламе. Теперь в режиме одной плоски Андрей точно понимает, где нужно качать. Про этикетки буквально пару слов скажу. Если вы видите, у нас порядка 25 клиентов выполнилась база с этикеток. Есть небольшой процент по покупкам. По сути, открою небольшой лайфхаб и тайну, если вы выставляете свою продукцию в каких-либо сетях, то этикетка это возможность для вас оповестить аудиторию, то есть с которой вы работаете, о проведении какой-либо промо-акции. Вот. И благодаря отдельному промо-коду вы, собственно, увидите счетчик результата по данному каналу привлечения клиентов. Дальше. Усиливаем сильное. Здесь тоже классный лайфхак. Казах хутор является топ-1 в поисковике, причем без затрат. Здесь есть отдельный секрет. Кому интересно, можете обратиться в директ, я обязательно об этом расскажу. Профит по внедрению. На чем сэкономили? Мобильное приложение от 300 тысяч рублей, рассылки на базу от 550 тысяч рублей, создание интернет-магазина от 100 тысяч рублей, экономия на скидках и печать сертификата. Что получили дополнительно? Продажи по рекомендации увеличили нам товарооборот, покупки пользователей мобильного приложения и стабильный оборот от лояльных клиентов более полутора миллионов рублей. Общий профит у нас получился около 5 миллионов рублей. Это еще не все. Я хочу всех пригласить. Андрей, может быть, да, друзья, подписывайтесь на наш канал Казах Утор, у нас очень интересно, и присоединяйтесь к нашей компании в UDS, вот у нас QR-код, получите приветственные баллы, вот, и будете всегда в курсе наших новостей. Да, завершая, скажу, что как только у бизнес достигает поставленных задач, всегда возникают новые, и у нас они естественно есть, потому что Андрей и Дима парни амбициозные, крутые блогеры, прогрессивные предприниматели, и сейчас у нас задача разжечь сарафан, кросс-маркетинг, сертификаты эффективности увеличить, промо-акции на этикетках прокачать, и увеличение числа повторных покупок. Поэтому дальше больше из цифровой платформы UDS любая задача по бизнесу абсолютно достижима. Самое главное быть включенным, искать ресурсы для того, чтобы понять и разобраться, где же здесь секреты, как этим инструментом пользоваться эффективно. Поэтому всем прибыльных бизнесов, интересных коллабораций и удовольствий. следует... Спасибо за субтитры!